Сепараторную запустили буквально сутки назад. Задача этого оборудования – очистка сточной воды от песка. Когда стоки попадают на очистные, они проходят через песколовку. Механическим способом удаляется уличный смет, мусор. Потом гравитационным осаждается песок. Его откачивают и направляют на сепаратор. А раньше по трубам его перекачивали вот сюда, за территорию очистных. Это карты-резервуары. В них песчаная и дурно пахнущая жижа отстаивается и сохнет по полгода. Сепаратор существенно экономит и время, и деньги. Мы уходим от всех трубопроводов, связанными с подачей песка на карты и с возвратом той же самой воды обратного к нам в голову. То есть не забивается, не изнашивается ни трубы, ни канализация местная. Смонтировано два сепаратора песка, но второй в резерве. Он потребуется при большом объеме сточных вод, во время паводка, сильных ливней. Строили сепараторную и закупали оборудование в нее за счет средств предприятия в рамках инвестиционной программы. Это обошлось в 25 миллионов рублей. Но это большая часть той огромной реконструкции очистных сооружений, которая была начата в 2012 году в рамках программы реконструкции очистных сооружений канализации и федеральной программы реформы жилищно-коммунального хозяйства, поддержанная абсолютно на всех уровнях. С 2012 года здесь реконструировали абсолютно все сооружения. И сейчас, говорит Александр Морозов, этот комплекс очистки является одним из лучших не только в стране, но и в мире. Общая стоимость масштабного проекта около 6 миллиардов рублей. А работы велись в рамках совместного проекта Международного банка реконструкции и развития и правительства России. Татьяна Прокопенко, Владимир Хмелев, телекомпания БАРС.